Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 404. События дня. Евреям 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд за 19 января 2017 года. Юрий Соболев. С праздником святого Богоявления Игнатий Тихонович и братья. Юрий Соболев, прибыл с вами, просмотрев ролик с момента прерывания вчерашней связи. Вопросы все же вчерашние остались. И они тоже касаются темы, вынесены в заглавие ролика. Специально не подбирали. Не подбирали, а уже были вопросы. У нас прервалась связь, а у него были вопросы, он их не разрешил. Теперь надо договариваться и сегодня его вызвать. Может даже сейчас. В разных вариациях я его слышал много раз. Но вот на прошедшей неделе посмотрел фильм «Расплата» в 2016 год. К слову, многое в этом фильме поучительно, хотя и мирское кино. В котором этот вопрос выражен следующим образом. Эпизодом. 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 К человеку ночью приходят киллеры. И главный делает предложение жертве. Кавычки к этой. Чтобы мне не пачкаться, сделай себе сам передозировку инсулином. Так как жертва диабетик. А иначе я изнасилую и убью твою жену, спящую на втором этаже. В свете Библии как должен поступить христианин в такой ситуации? Да никак. Повторю. Это самоубийство. Никак. Молиться и все больше ничего не сделаешь. Инсулин там и прочее. Он говорит, ты пришел убийца, значит, что, говоришь, делай, делай скорее. Христос ответил ему. На этом конец. Вот врачи принимают роды. Она в позднем возрасте родила первого ребенка. Почти 50 лет. Ребенок родился мертвый. А она только этим и живет. Что ей сказать? Она только одно придет в чувство. А ребенок живой. Врачи, говорят, сказать живой. А когда уже она придет, поправится, тогда можно сказать, что несчастный случай был, и он умер. А другой ответил нет. Говорит, если правда может убить человека, пусть он умрет. Вот это ответ. Это доктор Мартен Сен пишет. Повторюсь, это эпизод фильма. Но в разных вариациях этот вопрос встречался мне не раз. Ну вот, то есть никак не солгать. Нигде и никогда. Обсудили его на занятиях. Но вопрос остался открытым. Наверняка в ваших книгах есть ответ. Но пока не добрался до него, читаю четвертый том. Многократно это отвечал. Гонятся за человеком. Ищут его. Это христианин. Но к нему кому забегает? Это врач. Известный доктор. Ну как Лука, воина-ясынестки. Стучат в дверь. Что? Такого человека-то вы не видели? Тут это другое. Он ему показывает к вешалке. И говорит. Открывает дверь. Сами ищите, раз пришли. Еще я буду искать его. Дверь закрыл его дверь. Это они за дверью прошли. Извините, пожалуйста. Он стоит здесь выше. И все. Он не солгал. Он спасен человек. Бог покажет, как это сделать. Или промолчать. Или другое какое-то дело. Вот встречается в житии святого Пантелеимона. Он Пантелеоне звали его. А Ермолай-то прятался от людей. Присвитер-то. И в щелку в окно увидал. Он уходит юноша молодой. Благообразное такое лицо. И все задумчивый. А он на врача учится. И он однажды дверь приоткрыл, когда идет. Здорово. Тут дедушку увидал. Здорово. А ты кто такой? Я студент медицинского университета. Ну, хожу там во имя Бурденко. Ну, за... А кто у тебя отец? Отец у меня там богатый. Тот такой. А мать? А матери у меня нету. Ну, ты... Зайди у меня тут. Компот маленько у меня попьешь. Он зашел. Халвы там дал ему. Еще стали говорить. Он так увлекся. Увлекся день. Ночевал у него второй день, третий день. Отец беспокоится. Когда он вернулся домой, отец говорит, да где ж ты так долго был? Он говорит, учитель преподавал очень, говорит, интересные вопросы. Такие решения. И я, говорит, там был. Отец успокоился. А профессор там, проректор по учебной части, видно, вызвал он в Панталеоне. Да где ж ты был? Да мой отец, говорит, наследие, наследство подписывал. Говорит, мне пришлось дома быть. То есть он имел в виду все духовное. Не солгал. Они его не поняли. А потом все это обнаружится. Можно вот так сказать. Прикровенно. Вот тот область, который нам показан. Житие святого целителем Пантелеимона. И когда он это узнал, он, ну, знает как. Противоядие-то не было. Если ужалила змея, тут уже ничего не сделаешь. Это сейчас илородка разная. Предварительные уколы сделают. Он идет. Ребенок лежит мертвая, змея рядом. Она ужалила, ребенок почернел, уже на солнце лежит. Что делать, как врачу? Он знает, ничего нельзя сделать. Он перочет на змею ополчился. Во имя Иисуса Христа. Перечеркнула ее, она лопнула, пополам разлетелась. Так, повернулся к ребенку. И тебе, во имя Иисуса Христа. Встань. Он встал, заразовел и побежал домой. Он понял, вот это врач теперь я. У него будет завистников море. Он говорит, господи, если ты есть, воскреси ребенка. Там так написано. И он воскресил. Ну, как он там сказал-то, я тебе говорю, передаю это. Не надмивайся. Давай считай дальше. Я не надмиваюсь, я говорю, как написано. Вот что сделаешь? Вот в этом ты весь и есть. Я тебе сколько раз говорил тебе, чудо. Нобелевскую премию присваивать только один раз в жизни. Но первый, говорит, раз нарушили. Мария Кюрис-Кладовская, Радий. Дважды Нобелевская премия. И у нее были студенты китайские. И они сидят у ног, у нее там на ковре где-то. И я только по глазам могла догадаться, что они не согласны. Я вот тоже, я не понимаю вот это, что она имела в виду, когда это сказала. Не хами. Ну, это говорили уже мне, я знаю. Остановись. Как бурдюк с вонючей водой проткнул пальцем. И вот начинаешь ты дурить. Я тебе говорил, с нами ездил Михаил Кальмаев. Мог ли я это сказать, как ты? Не мог. И он не скажет никогда этого. Ну, это Кальмаев такой. Ты не понимаешь, где ты воспитывался-то? С кем разговариваешь? Какое дело? Какой тебе урок? Ты же не так. Только помолился бы и все. Нет. Маленько не так я сказал. Я в вольном переводе даю тебе. Я тебе начну сыпать житиями святых, где ты, говорится, на первом повороте глаза закроешь. Он поправлять пытается. Еще не сказал не так. Я его насчитывал, составлял симфонию, знаю. Но уже ни одно слово не так. Он не понимает ни возраст, ни еще. Сразу ткнул пальцы. Хам. Сто процентный. Знание твое надмивает тебя. Я тебе говорю, пересказать то, что я пересказываю, оно как воспринимается-то? Я его оживотворил на сегодняшний день, экстраполировал, оно принимается. А тебе-то ничего не принимается. Два предложения не свяжете правильно. Ты даже рассказать то, что не божественное бывает, и тот человек как... Он, ну, притча в уста глупого говорит, что такое, Соломон говорит об этом. Будь осторожен. Ничего я не могу вывести с тебя. Почему я говорю, меня не будет, я очень опасаюсь, как с Володей будете ладить. Ты мгновенно сядешь на него верхом. Володя-то менее грамотный, ты считаешь лучше его. Ты его начнешь сжечь со всех сторон. Я сколько раз тебе уже говорил об этом. Я заранее это предвижу. Уже если ты так, даже со мной так разговариваешь, что дальше ждать, ну, просто нечего. А какой выход? Расстаться. Расстаться. Выхода никакого нет, только расстаться. Я тебе, я тебе сколько раз говорил, тебя это не трогает. В один из дней я предложу тебе перейти к Сергею. Если, ну, сильно мне плохо будет. Я-то с тобой слажу пока еще. А сажу тебя. Я тебе вчера насчет твоих яблок рассказывал. Кроме своей утробы, ты почти ничего не видишь пока. Слушай внимательно. Я бы тебе этого не говорил, если ты молчал. Ты сам бы выскочил. Насчет яблок тоже, Тихоныч. Так, еще раз говорю. Мы не разобрались. Да даже если не так, помолчи. Ну, молчу. Даже не, хорошо. Ничего сказать. Сын Хатаба еще. Так, второе. Бытие 18.32.33. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там десять. Он сказал, не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Это второй вопрос. Первый вопрос я ответил. Говорить правду ничего, кроме правды. У верующего два варианта. Молчать, ибо Иисус не отмечал ничего. Или отмечать. Это ваше время, власть тьмы. И все на этом. Он убьет, так и так убьет. Он изнасилует, изнасилует. Тут Бог знает, короче, получишь награду, если ты примешь это благодарение. Возможности нету. Можешь, обороняйся. Возьми ухват. Ну не так, как на армянина напали. Пришли там их было трое. А он выхватил нож у него на кухне там где были. Там сразу двоих зарезал, а третий убежал. Ну судили, оправдали защиту самообороны. Сейчас другого. Пришли там 20 человек, цыгане разбираются. А он двоих убил и там семерых ранил. Сейчас пока разбирается, что. Это обстановка такая. Какой-то здесь работает узбек на базаре. Присмотрел девчонку, где она есть. Захватил ее, в подвале держит. Каждый день ее кормит, насилует. И наконец обнаглела, вытащила ее на улицу и с ней на базаре. А мать увидела ее. Ну и судья. А судью-то он что, деньгами завалил ее. Это следователь. Где? Ну и в ту сторону гонит. Мать. Иркутский, кажется. А она ничего не сделала. Пошла, купила ружье. Обрезала его, в сумку положила. И пришла, когда очень оставка была. А он стоит, преследователь стоит и смеется. Хам! Еще ты мне не сделаешь. Повернулся, еще в дверях. Последнее, что увидел он ее. Она мгновенно его в дверях тут и застрелила, когда он пошел. Так за нее весь город восстал. И все, освободили женщину. То есть он довел ее до этого состояния. Будь осторожен. Ты напоришься на свое. Я тебе так отвечаю. Другой тебе даст, говорит, и глаза на выворот. Будь осторожен. Дальше. В одном из ваших роликов вы поясняли это место. Но это было давно. И хотя я помню даже лещевую интонацию вашу на это место, само пояснение память не воспроизводит. Хорошо. Ты грамотно и знаешь. Объясняй это место. Давай. Сейчас вопросы отвечать будешь ты. Отвечай. А я буду начать. Поменяемся ролями. А что зовут? В одном из ваших роликов вы поясняли это место. Вот вопрос. Почему? Ну читай дальше. Так, толкование... Ну читай до конца. Сейчас увидим. Толкование на это место ни у кого не встретил. Почему в Первом мире Бог спас 8 человек, а здесь одно место Содомское не щадит ради 10 праведников? Почему сразу вступает от Авраама, перестав говорить? Все, отвечай. Юрий Собор задает вопрос. А я буду считать. Так, еще раз. Почему в Первом мире Бог спас 8 человек, а здесь одно место Содомское не щадит ради 10 праведников? Ну конечно, в то время-то уровень совсем другой был суд Божий. Потому что, конечно, сейчас на мире сколько беззаконий, если сравнить. Не сравнить даже с тем временем. Но, ну просто, отношение к Богу другое к нам. Потому что, ну так передалось по наследству. Мы уже так привыкли жить во среднем из тех людей. И к нам совсем другое отношение. А тогда даже за небольшой грех, за одно убийство. Господь и накаянно печать наложил. И проще были такие вот жестокие, как бы, наказания Господа. И Кдафана Корея Вероном живом землю туда вверх подземелья. Сейчас такого нет, потому что это уже было в предыдущие времена. Ты вопрос-то понял? Ну вот вопрос. Почему Бог спас 8, а сейчас 10 не пощадил? Ну вот я отвечаю. Почему он 8-то спас? Ну... Первый вопрос. И почему-то перестал говорить, даже не стал разговаривать Бог. А тут-то на город на 1-10. А там на всю землю. И однако Бог спас. Ты ответь так, чтобы все поняли. Почему перестал говорить 8 человек? То есть ты на этом вопросе задумывался, нет? Ну я это читал где-то, вот поиск Святогорец об этом говорил. То есть сейчас мгновенно отвечаешь. Это здорово, конечно, навскидку. Но он сказал, говорил как, что, допустим, почему, спрашивает Господь, допустим, не наведет какое-то землетрясение на город огромный, и люди покаются все Господу. И болтвец, что да, если такое Господь сделает, то люди сначала покаются, потом вернутся к прежнему. Он желает, чтобы люди добровольно имели покаяние в этом своих грехах. И тогда он говорит, а никакого смысла не будет просто в уничтожении таком глобальном людей. Пока если и сами не захотят исправиться. То есть в такой смысл. Ну тут под вопросом возникают сразу же. Те люди, которые при Ное погибли, по сравнению с теми, которые были во времена Лота, большая между ними была разница. И, возможно, с тем и другим была ли спасить хоть какая-то? Ну, конечно, если бы они отстали своих дел бы. Мы сегодня читали, отстали от греха, делали добро. Те люди, которые видели корабль, бились они туда, что, открой нам, старик, дождь идет, что-то тут заперся-то, мы же строили у тебя. Он же не один строил-то. Такой корабль-то это явное дело, что там кипела стройка, может быть, сотни людей работали. А они к нему добивались, били там, ломились туда. Ну, там не написано, думаю, там уже, когда началось это все, уже, конечно, думаю, бились-то уже. Он же на горе поставил свой ковчег, и когда начался уже дождь, они, думаю, конечно, побежали потом туда все. Вот, а то есть, ну, они бились, угрожали ему. Если не откроешь, да мы сейчас зайдем, тебе там бороду вытеребим. Забился, баптист сидит один тут. Как это, если ты не откроешь, мы зайдем, тебе бороду отрежем. Да они, если он не откроет, и туда не зайдут никак. Как они могут зайти, ему отомстить? Ну, по другим каким-то признакам. Можно узнать, что они ломились туда? Ну, там не написано, ломились, может толковались. А здесь написано, и они не спасение искали. Спасение, когда ищут, тогда можно, понятно, человек спасать, все хочет. А эти именно погубить других, и самым гнусным грехом. Разница-то в чем заключается? Десять, а показал, нет десятерых. Ты, жена и две дочери, четыре, да дорога еще одну потеряешь. Да эти двое-то дочери, то чему научено было это в городе Содоме-то? Ну, сказано, вышел весь с ним город к дому, ну, весь-то город. Понимаешь, там были и дети неразумные, не все же там прям такие были развраты. Некоторые не понимали еще этого. Они просто за компанией погибли, но по-другому никак было. Не мог же он, Господь, вывезти лотой и неразумных детей там до восьми лет, чтобы они не пострадали вместе со всем городом. Ну, там и здесь такие дети были, те не понимали. Но отношение Бога к людям разное. Ну, я говорю, что, конечно, я это привел в самом начале. Было разное отношение к тем людям и к этим. Ну, те-то люди на этих-то не похожи были. Почему разные-то отношения? Вопрос-то в этом стоит. Почему даже Бог не стал разговаривать? И Бог отошел от него, десять праведникам, и перестал Бог говорить. Он-то хватил, а если пятьдесят? Нет, вот у нас сорок пять. А если сорок? Он не верил в таком городе большом. Он не видел этого. Ну, и хорошо, что он сам не решал. Бог решал. Пощадил бы. И он понимает, нет этого. Бы. А если меньше на пять? Нет. Еще, наконец, дошел к десяти, и Бог перестал говорить. Дальше говорить-то не о чем уже. И нет десятерых. У Бога определенно. Допустим, он мог Бог тебе отвечать на пять вопросов. На шестой уже не отвечает. У меня норма такая. Я один вопрос отвечаю, а потом отсылаю к своим материалам. Я уже ответил. Пишу, не искушайтесь. Точка. Восписательный знак. Здесь эти люди, которые ломились, их даже близко нельзя было поставить тех, которые просто грешили. Жили мирской жизнью. Приносили жертву. Ну, все было. Там не было никакого содомского греха. Нигде не упоминается. Было или не было. Иначе было бы. Земля расслилась. Землей названы были люди. Какая смерть самая легкая? Самая легкая смерть утонуть в воде, говорит Златоуст. А самая трудная смерть умереть от голода. Запомни это. Поэтому горох, пшеницы где-то у себя припрячь там в машине, чтобы не умереть. Вот такое дело. Дальше. Ладно. Ну, Юрий понял, я думаю, что мы ответили. Да, Юрий поймет тебя. Давай. Татьяна. Добрый день, Игнатий Тихонович. С праздником вас в Богоявлении. Спасибо, Христос. Также от меня, детей, поздравления Надежде Васильевне, Никите и Володе. Слышите, нет? Спасибо, Христос. Привет вам. Спасибо всех, Христос. Недавно на страничке ВКонтакте на глаза попалась интересная статья о традициях и инновациях в церковной архитектуре. Ведет передачу на канале Россия 24 митрополита Ларион Алфеев. Вот еще у нас из этой программы Россия 24-то и приезжали. Есть фотографии проектов храмов. Так. Ну, это на повторение вот это и идет. Так. Давай дальше просчитаем. Что надо-то говорить? Храм... А у меня копировал раз пять. Храм должен выполнять определенные функции. И его архитектурное решение должно быть под эти функции приспособлено. Это важная мысль функции храма. Конечно, в течение веков одни и те же. То есть храм это место для богослужения, для молитвы. Вместе с тем в наше время функции храма меняются, они расширяются. Это, видимо, Ларион говорит, митрополит Алфеев. Часто бывает, что храм встроен в некое архитектурное пространство другого здания. Например, домовые храмы в институтах, учреждениях, больницах. Бывает так, что храм является частью большого здания. И он выделен неким архитектурным символом. Например, стоит длинное четырехэтажное здание. И в одном из его крыльев вдруг появляется куполок. И люди понимают, что там храм. Но это не отдельно стоящий храм. Ну и показы где-то в патриархии, 3W открыть. И вот уже проекты пробили, что-то пробили. Которые мешают консервативные православные люди. То есть какие православные, тоже говорится. Дальше. Алфеев, посмотрим. Ведет передачу на канале Россия 24. Митрополит Ларион Алфеев. Дальше. Есть фотографии проектов храмов. В комментариях цитирует доктора экономических наук профессором Гимо В. Ю. Катасонова. Иерусалимский храм как финансовый центр. Здорово все. Впрочем, по мнению некоторых святых отцов, планом современных иудеев восстановление Третьего Иерусалимского храма не суждено будет осуществиться в полном объеме. Антихрист рано или поздно придет, но воссядет он не в Иерусалимском храме, а в одном из христианских храмов. Среди святых отцов нет единого мнения. Будет ли антихрист воссядать в Иерусалимском храме или ему будет уготован другой храм? Апостол Павел говорит об антихристе. В церкви Божьей сядет он, выдавая себя за Бога. 2 Фессалоникийцам 2.4 Святой Ипполит, Святой Кирилл Иерусалимский, Иоанн Занудамаскин, Иерений Леонский полагали, что таким местом будет именно восстановленный Иерусалимский храм. Вместе с тем ряд святых отцов по церковью Божьей разумели церковь христианскую. Таково мнение блаженного Иеронима, блаженного Феодорита, блаженного Феофилакта, святого Андрея Кисарийского, блаженного Августина, преподобного Ефрейма Сирина. Интересно по этому вопросу точка зрения святого Иоанна Златоуста. «Иерусалимский храм никогда не будет восстановлен, иудейские жертвы никогда уже приноситься не будут, настоящего иудейского священства также никогда не будет». Эта мысль вполне подтверждается и Священным Писанием, где сам Господь незадолго до своих крестных страданий произнес следующее пророчество относительно Иерусалимского храма. «Сея оставляется, вот вам дом ваш пуст». Действительно, Святой Дух засвидетельствовал оставление храма своей благодатью тем, что произошло раздрание завесы церковной на две части. Объясняя приведенные выше слова Христа, святой Иоанн Златоуст обращает внимание на то, что он называет Иерусалимский храм уже не «дом мой», а «дом ваш», то есть «дом иудеев-отступников», и указывает на совершенное его запустение. Итак, мерзость запустения существует на бывшем святом месте уже почти две тысячи лет. Антихрист же воссядет на том месте, которое до его прихода было священно. Этим местом может быть только церковь христианская. Преподобный Ефрем Сирин говорил о приходе Антихриста. Кавычки открыты. Он явится и войдет в храм Божий, чтобы сесть внутри именно Церкви Божией. Он не отклоняет в другое какое-либо общество из юридических сект, чтобы не узнали его, но с презрением отвергает все культы ложные, чтобы можно было пленить Церковь. И далее будет управлять Церковью под личиной истины. Блаженный Феодотолит пишет, что апостол Павел храмом Божиим называет Церкви. С последним мнением соглашается и святитель Феофан Затворник. Но есть другое мнение по поводу таких проектов людей, которые ненавидят ничь. Не видят. Не видят. Дальше оторвано. Дальше посмотрим, где им. Ведет передача восстановления. Апостол Павел, Церковь, как Бог где-то посмотрит. Опять повторение идет. До какого места? Воссядет. Ничего нет. Ну, то есть, понятно, о чем тут речь идет. Относительно того, что встроены где-то храмы, об этом очень просто написано в Деяниях Апостолов. Ежедневно собирались по домам. Все. Никаких храмов не было. Слово храм в новом заветном варианте отсутствует. Его не было. Так, после уже пришло это все. А вот относительно того, где он сядет в храме Божьем, что говорит Анастасова? Дом пуст. Действительно, рассеяли дом пуст. А когда другие говорят, сядет в храме Божьем, как он сядет? Через принятие. Вот на это, тогда нет никакого противоречия между ними, что они говорят. То есть, будут проповедовать, голография будут его показывать, и он в каждом храме будет показан. В храме Божьем, может быть, в храме Христа Спасителя. Но храм Иерусалимский он должен восстановить. Священство уже перед священником избрали. Уже готовится со всех сторон, все объяснено. Они будут там, сейчас борьба с этими, с мусульманами. Они-то считают своей мечетью. Они говорят, нет, на том же фундаменте будет храм. Они его взорвут в один день. Они все, ну, упал самолет, пошумели, нигде ничего нет. Утонула лодка. Ну, где курс, кто помнит-то? На улице, в городе, кто? Да ничего нет. Была война, да никто сегодня не вспомнит о войне. А 50 миллионов. Так и здесь. Взорвут, и уже через там полгода никто их знать не будет. А в это время будет идти стройка. Близко ни одного мусульманина не подпустят. И он сядет именно там. Там. Да как же он, Христос говорит, дом ваш. Ну, он так и будет, ваш дом. Тут нигде ничего противоречия нет. Я не вижу противоречия между святыми отцами. Мое такое мнение. Почему? Потому что, что сядет там в храме Божьем. Он Божий храм-то. Был. Был. Первый храм Соломонов, второй Зарвавелев, третий Антихристов. Так это и будет. Теперь, даже относительно того, когда будет делать начертание, как говорят, печать. Принято печать говорить. На правую руку он начал. Будет она видимая или невидимая другими? Одни святые отцы считают видимые, другие считают невидимые. И при том, популярные отцы такие, известные, принятые, святые ими называются. Что невидимая. Теперь вопрос, видимая чем? Они не знали, что будет еще такое, что сейчас деньги пометят. Ничего нет. Определенным светом посветят и видно, деньги меченые. Взятку их когда дали. Это там, ну сразу написали на ней что-то. А когда человек берет, ничего этого не видит. Так и это. Руку поднял только. На кости там написано. Она невидимая. А прибор видит. Прибор сразу сосчитал. Столько там взяли с тебя. Что, спорить будем об этом? Зачем спорить? Маленькое пространение надо видеть. Нам сегодня открыто намного больше, чем святым отцам. Ньютон. Один из самых высокообразованных людей был. Архимед. А кто-то равный был ему, никого не было. А сегодня шестиклассник знает несравненно больше. Шестиклассник. Почему? Во-первых, он закон Архимеда уже изучил. Не надо быть умным-то. Я его знаю-то. Дальше. Если он и занимается этим, он знает и это. Знает и это. А что говорил Паскал? Это изучали мы, он знает. Если он, конечно, настоящий. Учится на пятерке. Надо пространственно мыть и вне времени. Сегодняшнего. Захватывать то время. Ничего себе. Шестиклассник больше ученых знает. Больше. Он больше Королева, больше Курчатова может знать. Ничего себе. Больше Ландау может знать. Больше, чем Ландау. Потому что все эти тайны, за что присвоили им, ну, допустим, граффити, это Нобелевскую премию присвоили, нанотехнология. А кто это знал? А она есть сейчас. Вот это доли, козу вывели, там по какому-то, по определенному грамму буквально могли взять и сделать. Так или не так, мы не знаем. Человека не создать никогда. Ну, знаешь, как это мне называется? Как это наука называется? Какая генетика или клонирование? Клонирование. А мы еще знаем клонирование-то. Ничего, только слышали. Знания наши весьма ограничены. Вот как. Сегодня могут узнать вот тела, фрагменты тела, рука, чья рука. А сегодня ДНК. Берут по этому абсолютно на 100%, не на 99%. 100%. А как? Найдут родственников, чьи погибшие были родственники. Берут от них что-то. Наконец нашли повязку царь Николай. Когда по Японии ездил, он еще был цесаревичный. На него напал там один самурай и ударил его тесаком своим по голове. Голова обмотана была. И это теперь по этой крови определяет этот череп. Ему принадлежит или нет? Не принадлежит. А привезли как царские останки. Там ничего не было. Там где-то 30 или 40 литров только кислоты было. Прикладами разъем. А голова его целая была заспиртовная. Голова Алеши. И была отвезена там Халантай. Другие смотрели. Спиртовые бочки пришли. Ленин там смотрел. А потом отвезли их в Америку. Кто там Сорос, кто финансировал все это. Все закончено навсегда. И написали по-еврейски. Геева расстреляли. И в эту ночь Балтасар был убит. Вот то, что нам известно. Но и поэтому нашли черепа. И там Рябов что-то говорил. Все это выдумка. Никаких черепов нету. А теперь вот выступает там Герман Стерников. А они нет. Они убежали. Они жили долго за рубежом. Вот эту бредню он соет. Везде высевает. Он лохов ищет. И он находит. И у него последователей много. А он ни одного слова не говорит. Церкви нигде нет. Тут только один епископ где-то у него в подвале сидит. На всю вселенную. Герман Стерников. Первый миллиардер в России. Он научился там грабить. А лиса придумал там. Покупать имущество. Дома перепродавать. То другое. У него ни одного слова нет. Я его называю разрушитель. Ко мне обращается. Я показываю кто он такой. А ему верят. Вот приезжают туда к нему. Ни один, ни два. Слышишь меня? Алеша наш прежде ездил к нему. Что ты научился у него? Ничего нет. А он написал там книгу. И сдал. Он не написал. Это уже было. От Ивана Грозного. В церкви православной нету. Старобрядцы все до одного еретики. Старобрядцы. То есть у него нигде нет ничего. Только он. Но никому он не говорит где есть. То есть он не верующий. Он безбожник. Он буквально одержимый. Может быть сатанист. Но надо до конца-то разобрать. И ты увидишь что. А последователь есть. Вот он. Печь у него сделана. Вот они бревна. И вот он. Бездрожжевое тесто. Вот это будет жить дольше. Да не дольше. Дня не проживет. А жена где бы ни была. Она сразу начинает какие-то платья шить. А раз она известна. Она у нее покупает. Кирпич хлеба сделает. 650 рублей. За кирпич хлеба. Даже сегодня. Миллиарды спрятал где-то. Дети у него тут. И сидят тоже. За бороду он. Все с бородами. Сидят смотрят. И у него один там фартуки. Замешивает тесто. Ну я пойду дома сделать. Тебе так не сделать. Только у меня покупать. А почему? Ну Герман там называет. Я не знаю. Валерий Вич как. А почему нельзя? Потому что рожь эту надо брать там. Чтобы она вот там-то не обрабатывалась. А где ее можно взять? Ну я не могу сказать. Где я достаю там в Сибири у одного фермера. Кстати говорят. О, а я ее знаю. Я пойду куплю. Нет. Тебе не спечь такой хлеб дома. Только у меня можно покупать. А почему? Соль. Соль тоже. Ее нужно брать прямо в шахту ехать там. А шахта это я никому не говорю где. Ну мошенник. Жулик. Самый настоящий. Вот соль. Соль, которая туда. Она такая-то нельзя. Это вредная соль. Она должна быть комковая, пиленная и только в шахте. Чтобы, значит, никем не учтенная была. Получается так. Ну, если скажут, что нет. А тогда ты спичкой не такой поджигал, где там есть. Электричество не такое. То есть он найдет. Он мошенник. И вот таких лохов, около него тысячи. Он тебе докажет, что ни космоса нету. Ни ракеты не долетает. Я камень бросил, а он, ну, 10 метров упал. Все, ударился в потолок. Там твердое. Он ударился. Дальше камень-то не летит. Да силы-то нет, я не кинул. Он докажет. В один день. И ты не в Харьста будешь верить, а в Германа. С кем разговаривает, то есть им не согласен. Он вот так хватает, стаканы показывает, бросает. Он придурок. Самый настоящий. И люди его слушают. Почему? Он знатный. А когда его приперли, что у него боевики там учились где-то, он сразу бежал куда? В Карабах. Ты придумай, куда бежать. В Белоруссию одних отправляют. Хозяйство распродает, окна заколотил, все. А то между Арменией и между Азербайджаном. Он очень умный. И у него последователи есть. Люди приезжают, покупают. И все время меня спрашивают об этой книге. Возьми, считай ее. Это исчисление неправильное. Все неправильное. Правильное нигде нет. Только он знает. Почему? Чтобы у него покупали. Только у него. Иди, он тебе докажет. Докажет, у луны нету. Это просто фонарик висит. И будешь верить. Он все знает, как правильно. И как рожать надо знает. Он научит. И он напишет, и материалы его публикуют. Считай, верь. Ну, уже написано. Ну, написано-то, написано. Ну, нет. Он против всякой техники. А сам приезжает на каком лимузине. Съемки ведет. А он против техники. Ученые все колдуны. Их всех надо к стенке поставить расстрелять. Он нормальный? Нет. Ученые, значит, швейной машинки нет, холодильника нету, электричества нету, видеоаппарата нету, телефона нету. А сам сидит, разговаривает. Ну, я это купил до того, пока не разобрался. Он найдет сейчас сказать. И последователи у него есть. Ну, не идите вы за такими-то. Что вы сами себе цену-то не знаете. А они печатают материалы. Он дал ему, кинул там полмиллиона. И он будет полмиллиона, или он не деньги-то. И он будет тебе печатать какие-то дуги, будет разворачивать приборы налево, направо. Он ничего не знает. Интересно. С отцом Дмитрием Смирновым там один беседует. От Германа Стерган. И он, отец Дмитрий Смирнов. Ну, он знает, ты еретик. Московская патриархия это ересь. Там ни одного спасенного нету. И он это знает. Но он с ним заигрывает. Ну, и что там Герман опять новое изобрел? Новое изобрел. Знаешь, что-то он новое изобрел. Почему? Дьявол ему подкидывает, подкидывает кости динозавра. А он их теперь показывает. Сколько лет динозавру, какие зубы у него. Так, мы это посмотрели. Теперь посмотрим, какие у нас ресурсы на события дня. Ну, вот мой мир. Самая любимая система ресурс была. Ее испортили до невозможности. Но все равно я считаю ее хорошей. Много здесь у нас видео. 5106. 17971 фотография. Очень богатый здесь ресурс. Ну, и второе, это православный форум. Вот здесь. Нужно вот новое сообщение. Когда зайдете, зарегистрируетесь. На меня нападают роботы. Каждый день около 30 штук залазит. Время трачу на них. Как избавиться от них. Не знаю. Через там пароль. Все заходит. Общий поиск. Вот здесь. Ткни. Ну, и сразу рамочки. Отставляя слово. Заряди Герман Стерлигов. Ты найдешь. Он сейчас в Крещении Господне. Вот у меня последнее. Дальше. Вот как раз Стерлигов Герман Львович. Львович он. Ну, вот сын Льва. Чего тут зяк не возьмешь. Ну, и православный наш видеоканал. Сколько у нас просмотров? 5 миллионов 234 тысячи 140. Вот что-то стоит. Дальше. Сколько подписчиков? И 5 тысяч 898 подписчиков. Ну, не два, не три. И у нас роликов где-то 6 с половиной тысяч примерно. Вчера, который говорил, ночью я его закачал. Вот завтра я сниму уже замок. Каждый день 4, 5, 6, до 12 роликов ставится каждый день. Ну, и вот у нас самый большой ресурс во свете Библии. Православные библейские сайты. Самое ценное. Вот сейчас один проповеди мои узнал. 1306 проповедей. И на другие ресурсы ставят. Вот. Смотрите, вот покажу. Я могу сказать, что есть у кого или нет. Кто много говорит там проповеди, говорят священники. Вот я ткнул проповеди. Что здесь? 1136 проповедей. Список проповедей по алфавиту. Я ткнул. И вот смотри. Буква А. 14-й том. Открытым оком. Страница такая-то. Пожалуйста. Какая страница? А сначала не было так. Не знаю, как они говорили. 732, а там 750. Ну, по самым концам. Авраам, благословение. Вот. Смотрите. Все в алфавитном порядке выстроены. Вот они, проповеди тут. Какой том открытым оком и какая страница. Ну, и прочитай несколько. Горькие травы. Горькие травы наши. 27-й том. 4. А просто без страниц. Горячка тоже на пользу. Господа Бога святите. Господи помилуй. Потом Господи помилуй. Еще одна проповедь. Господь идет обличить. Готовность выйти из Египта. Готовы ли мы благовествовать? Готовы монах. Грех есть беззаконие. Гроб и жизнь. Гробовая вера. Надо почитать. Грядущий на облаках Христос. Да будет известно. Так, да будет мне по слову твоему. Да не будет так. Дави ты Бог. Дай место Христу. Заметьте, я теперь прокидываю. Дальше вот, что-то не туда пошло. Вот теперь. Теперь на же. Какие? Живите по уму. Живите с благовестием. Животворное слово. Живущий под кровом Всевышнего. Жизнь и смерть с Богом. Дальше том и страницы. Легко искать. А книги тут же стоят на нашем сайте. И можно скачивать. Дальше. На пути в Эмаус. На руках понесут. На успении о соблазнах. Наблюдайте за путями своими. Видите как? Теперь я прокидываю дальше. Смотрите. Это все идет. Как составлено. Удобно искать. На Бог. А дальше что? Преуспевай во всем. Приблизьтесь к Богу. Приведите ко мне. Привет проповедникам. Приговор к смерти. Приготовить к погребению. Приготовьтесь к погребению. Призвание возвещать о Христе. Теперь. Я все это веду дальше. Вот буква Р, С. Много очень здесь. Ну до 1300 проповедей. Это теперь что? Дальше. Шестопсалмия. И последнее какое? Ярость и гнев Божий. Ну похоже что больше ничего и нету. Ярость и гнев Божий. Теперь возвращаемся назад. Дальше. Проповеди эти же самые. По местам писания. Вот такое. Указатель на 1136 проповедей в книгах открытым оком. Том 7-й, 30-й. А, еще три тома не вошло. Место писания. Дальше. Глава и стих. Затем том и страница. Вот допустим Матфея 1, 1. 1. С 1 по 12 стих. Какой? Том 19 и страница такая-то. А 1 с 1 по 25 стих. Опять такое-то. Это Евангелие от Матфея. Заметьте как легко искать. И когда указано что считать сегодня. В церковное чтение. Ты только открой вот эту таблицу. И увидишь. Матфея 19 глава. Шифры Матильды. Так что, третий стих. Том 14, 738. Стих 8, том 18, страница 513. Представь какая работа проделана. Теперь дальше. Что у Марка на это говорено? Какие цифры? Что на Луку, где было сказано? Вот оно. Какой стих? Легко для священнослужителей. Евангелие от Иоанна. Ну есть где-то еще или нет такое? Я нигде не видел. Просто сам Господь дал мне программу, как бы. Вот. Деяние. Первая глава, 27 стих. Через двоеточие. Где? Том 17, 729. Нет, наверное... Теперь. Иаково. Послание. Первое Петра. Второе Петра. Первое Иоанна. Третье Иоанна. Второе Иоанна. Но не по одной главе. Маленькие. Иуда. Римлянам. Вот представь себе. Римлянам. Одиннадцатая глава. Семнадцатый стих. Том 28, страница 655. А когда открываешь, она у меня страница указана в пейджмерке. Нажми здесь Alt и Ctrl и буквы Ж. Ж здесь. Нажми ее и сразу страницу вставляй. На той странице она откинет тебя. Первое Коринфянам. Второе Кефесянам. Филиппийцам. Колоссиным. Тимофею. И проповеди по Ветхому Завету. Вот они такие слова есть дальше. Проповеди. Проповеди по названиям. На первое сентября. День знания. Восстановление наследия. И дальше вот только... Это только на проповедях. Какая работа проделана. Аудио проповеди. Аудио Библии. Ну и так проще. То есть очень и очень богатый материал. Мы сейчас идем по церкви. Так я сейчас посмотрю. Гляну. 20. Еще у нас есть время. Церковь открываем. Смотри. Вы спрашивали, как растянуть на всю страницу, да? Чтобы снимать удобнее было. Ну это никак. Я ее не могу сделать. Можно это. Сейчас. Можно что сделать. Я сейчас снимаю копию. Ничего не получится. Надо растягивать, чтобы мы потеряем все. Вот теперь. Это мы выставляем сюда. Ctrl-V. Опять выдвигаю. Заактивировал. И двадцатка. Вот она ушла. А ну нажмите вот эту крайнюю нажать. Вот формат. Вот формат зайти. Она на одну будет или на все так растянет? Все. На все? На все, да. Она развернет лист из книжного альбома. Не надо. Не надо. Ну удобнее снимать. Мы будем передвигать. Я знаю, что дальше будет неприятность. Почему? А потому. Давай, вперед. Считай вопрос. Вопрос 939. Третий том открытым оком. Для того, чтобы спасти душу, разве обязательно надо быть членом церкви? А если я просто посещаю церковь, верую, молюсь, но не член церкви, какова моя участь в таком случае будет? Многие вот так говорят. А я просто христианин. Я никакой динаминации не отношусь, никакой конфессии. А я говорю, динаминация конфессии, это прикрыл сатана слово ересь. Есть церковь, есть ересь. А динаминация все сатана придумал. Это сатанинские слова. Дальше. Ответ. Человек, который находится в лоне церкви, такой вопрос никогда не поставит, потому что он на корабле. Бог установил такой порядок. А вы говорите им, а если я не подчинюсь ему, то какова моя участь? Вы противник Богу. В еврейском языке слово противник означает сатана. Противитесь Божьему установлению и сами на себя навлекайте скорую погибель. Колоссянам 1.24 Ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моих скорбей христовых за тело его, в которое есть церковь. Любой орган тела, глаз, ухо, нос, решил бы выполнять свои функции, но вне тела. Для чего тогда он нужен и кому? Деяние 2.47 Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А зачем их прилагать-то? Пусть бы каждый спасался где-то 2, 2 и 3. Прилагал. Потому что он уже уверовал во Христа, а теперь надо ввести его в церковь. Зачем их прилагать к церкви, если бы они были спасены вне церкви? Где вы будете причащаться, креститься, принимать прочие таинства? А они только в церкви. Серахва 24.2 В церкви Всевышнего она откроет уста свои и пред воинством его будет прославлять себя. Серахва 44.14 Народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу. Понятно, что о церкви в Ветхом Завете еще говорится. А можно спросить сейчас по ходу дела? Так, что нужно? Она говорит, если я просто буду посещать церковь, но не буду как бы в церкви. Ну вот я пока говорю, что она просто посещает. Пришла и ушла. Она не член церкви, не член корабля. И на корабле ее нет. И церковь это корабль. Она просто пришла, поела и вышла из корабля и пошла бродить опять. Она не член церкви. Оно так везде и есть сейчас как бы. В неканонических книгах встречаются только эти два места со словом церковь. Захарий 11.13 И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника. В Ветхом Завете встречаются только один раз, но с прямой увязкой к новозаветным событиям. И 109 раз в Новом Завете. Слово церковь означает собрание. Псалом 21.23 Буду возвещать имя Твои, братья мои, посреди собрания восхвалять Тебя. Церковь это не только здание, но главным образом спасенные души, породненные через жертву Иисуса Христа. Христос всех нас называют виноградными кистями, а себя виноградной лозой. Если вы не будете в церкви, вы будете как засохшие ветви, приготовленные к сожжению. Матфея 16.18 Я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее. Это я давал ответы в университетах, в институтах, где вел занятия по радио. И тут посмотри, сколько мест в Писании, я не к себе привлекаю этой людей. У меня претензии очень крупные ко всем, которые говорят. Говорят, что сами ничего нигде нет. Чтобы люди сами научились искать ответ. Златоуст говорит, научись не задавать вопросы, ищи их сам. Мне кажется, она даже не поняла вопрос свой. Она задала его. Ничего. Христос основал свою церковь, и вы в ней не хотите быть? Христос дает устав, регламентирующий внутренний порядок в церкви. Вы против? Вы просто сами по себе, без Христа. Деяние 4.12 Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Иклисиас 4.10 Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Что, непонятно? Деяние 20.28 Итак, вынимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Пости церковь Господа и Бога, которую он приобрел. Посмотрите, она овечка одна пошла куда-то бродить. Куда она? Волкам только. А у него охраняют, у него волкодавы с собой. Кто там это? Кто охраняет церковь-то? Видите, ну вы ей рассказываете, как бы в идеале должно быть. На самом деле, она даже сама-то не понимает, что спрашивает. Она никогда не придет. Я ее знаю. Она такая и осталась. Нигде. Нигде. А что я по пам буду ходить? Она ничего не выполняет. Вот как думает, посты не соблюдает, а то церковное все. У нее ничего нету. И совершенно одна находится. И придумала, а вот приезжаете с потеряек, и тут сливки продают. А какое вы право имеете продавать? Вы верующие, вы должны продавать так. То есть вы должны работать, держать корову, возить назем. И купить хлеба мне не на что, но ее мы должны кормить. Она свихнулась полностью. Римлянам 16.16. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. О чем он говорит? О каких церквах? То есть если Библию убрать, Христа убрать, тогда она маленько зацепится за что-то. Вы не получаете ни приветствия, ни благословения от апостолов вне церкви. Вы все еще милуетесь со своей свободой. Она тут же сидит у меня в университете. 1 Коринфянам 4.17. Для сегодня я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Учит во всякой церкви. 1 Коринфянам 14.12. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, стараетесь обогатиться ими к назиданию церкви. А как она к церкви, когда ее нет? Ей не нужно это, она ничего не знает. Ну это в идеале, ну даже если она будет знать, как она другого научит. Никто, что там церкви другого не учит. Давай, давай. Если ты маленькую щель даешь рядом с ней, тебя очередь ждет та же самая. Да я не щель даю. Ничего, ничего, я тебе подсказываю. 1 Коринфянам 16.1. Не возникай. При сборе, же для святых, поступайте так, как я установил в церквах галатийских. Павел установил, а ей не надо, ни галатийская, ни филадельфийская. Второе Коринфянам 8.24. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательства любви вашей того, что мы справедливо хвалимся вами. Церквей? О чем говорил церкви? Голод. Многое имущество конфисковано в Иерусалимской церкви. И Павел везде делал сборы и нес туда в церковь. А один-то и тебя никто нет. Мы вот не в церкви были бы. Чего у нас вчера было бы? Ничего не было. Мы что-то привозим другим. Игорь привез бутылку, мне уже подсунули молока. А почему в церкви? Другой приносит. Все время с Визимой нам дают ягоды. У нас ягод нету. Мы приехали, у нас картошка. Мы картошку, тыкву, что могли, всем людям раздавали. Так? Мне кажется, что она задала вопрос так, а вы по-другому поняли. Я понял, давай дальше. Вы отвечаете как бы в идеале. Но только у нас вообще не такое. Да не надо такого идеала забыть. Больше нет такого. В церкви нет. Никакого идеала она не знает. Идеал во Христе. Так, 2 Коринфянам 11, 28. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. О чем он заботится? Ее там нет. О чем Павел заботится? Она не в церкви. А зачем породить? Это одна вещь, она не в стаде, она не в ограждении. Вот мы, было как у меня вокруг проволоки протянуты, волкодавы. Ночью, чтобы не подошли свет, только собаки залаяли. Собака, она щуткая животная. Я сразу включаю прожектора, и все, только видно, тень мелькнула. Кто там, волк, человек, я не знаю, никуда. Мы выходим с отцом. Отец сразу выходит, ружье с собой. И мне, а мне 5 лет. И он мне держит ружье, оно заряжено порохом одним, дроби там нету. А ну выстрели. Я выстрелю, как порох не любит звери. Все. Я с 5 лет это знал. А если овечка не заградана, наши придут, пасут. Овечка, отец говорит, была здесь, где она, а она хромая, нету. И мы ночью с фонарями ходили по полю, искали овечку. Отец был наш пастырь настоящий. 40 лет на поле провел. Он природный пастух был. Пока не найдем, почему. Ночью собаки бегают, или волки. Но две овечки не были застаты. Чьи не знамы. И они, эти овечки, подошли к нашей ограде. И тут были. Утром встали, две шкуры лежат. Волки пришли прямо возле дома. Съели их, и одни шкуры остались. Как сейчас помню, овечки белого цвета были. Это она. Вот это вот. И она такая осталась. Ты что-то пытаешься говорить, я даже уши закрываю. Давай. Ну потом, после. Давай. Ефесянам 5, 24, 25. 27, 29, 32. Заметь сколько. Ну как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Да. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного. Но дабы она была святая и непорочна. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Тайности я велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Она ничего этого не надо ставить. Она знает, ходит в церковь, ходит на занятия к нам, но никому не хочет подчиняться. Никому, нигде. Таких сейчас море где-то. Я был у баптистов, сейчас вышел, я просто христианин, никакой динаминации не признаю. То есть он нигде не покоряется, он хотя бы там в ересе-то сохранился. Он не до Фанаверона уже не принадлежит, он пошел намного дальше. Еще дальше. И откровение 1.20. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, из семи золотых светильников есть сия. Семь звезд суть ангелы семи церквей. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Понятно. Семь церквей, семь полнота церкви, она не знает. А о чем? Так, церковь спасения, вне ее нет. Вне церкви нет спасения. Иларион, епископ Иларион. Вне церкви нет спасения. Киприан Карфагенский это сказал. Ну да. Так, теперь еще одно. Ну это коротенький вопрос. Коротенький ответ, но обязательно по слову Божию. Это они уже все священники говорят. Это уже обо мне когда говорят, как Андрей Кураев говорит, особый пиетет к священному писанию. Так, я что сейчас сделаю? Это надо вот что открыть. Интересно. Другую папку тысячу, а она не открывается. Ну здорово. Господь не желал, чтобы я ее открыл. Считаем. Вопрос 941. Третий том, открытым оком. Отлучение от церкви и отлучение от причащения. Это одно и то же или разные понятия? Так, отвечайте, не считай дальше. Отвечайте. Конечно, разное. Разное. Давай, считаем. Так, ответ. Нам известно отлучение от общения церковно во заявные грехи, такие как блуд, что практиковалось в первоапостольской церкви. 1 Коринфянам 5.13. Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Евреям 12.15. Да куда извергли его? Из церкви или от причастия? Я еще вижу, у нас каноны церквей написано. Конкретно вот этот случай. От церкви его извергли или от причастия? Ну и от причастия. У нас же разное есть. Есть преподающие, есть куп настоящие. А потом есть уже причащающиеся. Правильно же. Читаем. Евреям 12.15. Наблюдайте. Только запомню, что он говорит. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возник, но не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие. Апостол Павел повелевает совершенно избавиться от блудника, то есть изгнать его из церкви. Меры же и наказания отлучения от причастия просто могло не быть. Но это тогда. Это было введено намного позже. Отлучить от причастия может священник согласно установленных канонам епитимии, а церковь отлучает только Синод. Я правильно ответил? Ну правильно-то правильно. Но ты понимаешь, если его оттуда выкинуть, то известно, что он где причащаться-то будет у соседа. Ну пока епитимия не кончится, он... Я слышал такой разговор. Один на работу приходит в советское время и говорит, что ты задумался так? Да все еще, говорит, не ладно. Вот затеял и говорит, папа приведи, говорит, причаститься надо. Говорит, я отболею так сильно. Папа, а где его? Он в другом городе. Сейчас только в Новосибирске, говорит, ни одной церкви-то нету. Теща-то хорошая. У меня так дружно с ней было. И дочка-то ее хорошая. Ну, да ка че ты, говорит. Она как? Да она слепая, говорит. Она не видит еще. О-о-о! Мы охмурим ее. Я приду как священник, там, возьму какую-нибудь греметь буду перед ней, там, ладану, там. Я что-нибудь надымлю ей. Вина есть, вино есть. Да вино будет. Ну а потом выпьем, да и все. И он приходит и говорит, мама, я договорился с батюшкой-то, он приедет завтра. Так что ты, батюшка сказал, чтоб ты не ела ничего. Да я знаю, сынок, да благодарю тебя. И вот он приходит, там, часа в два тот пришел, мужик. Так, мир дома всему, ну, кто у вас тут болящий? Ты, мать больная-то? Ну, ладно, готовься, исповедовать буду. Так, а ты выйди отсюда. А он отошел к дверям и стоит. Ему интересно знать, а что же теща за ней есть-то? Уж больно она праведная была. Какие-то грехи все равно есть-то. И она их исповедовать будет-то. Начала она исповедоваться. Я ей, зять-то у меня какой хороший. И у меня было такое, что я о нем плохо подумала даже. Прости меня, Господи, совесть меня так мучает. Он так искорчужился. Парень-то. Он увидел, она еще лучше, чем он о ней думал. И она все начала исповедоваться. Исповедовалась так. Ну, все, давай, раздевай рот-то. Зачал ей это. Ну, и спочерпнул там крошки какие-то, отдает ей. И вдруг раздалось пение. Тело Христово примите. И источника бессмертного вкусите. И что было, дальше ничего не помнит, говорит. И тот, и другой. Сразу же. Упали этот, пришел в чувство, а потом расскажет. А кто прищищал, мертвый оказался. Ангел Господень сразу его и поразил. А она прищастилась с тела и крови Христовой. Вот какой я слышал случай. Так. Мы запишем сейчас. Пиши. Церковь. Отлучение от нее и от причастия. Еще немножко. Один из них хотел бы взять. И от причастия. Все. А тут много еще у нас. Смотри по церкви, сколько вопросов будет. Это все вопросы по церкви. И в каком томе, что есть. О, вопрос почти как ответ. Вот редкий случай какой, большой вопрос. Притом большинство этих записок у меня целые остались. Как один парень ходил, и когда новый том вышел, а он ходил вместе со своим братишкой. И тот говорит, а у меня брат говорит, а ты не веришь, что вопросы вам задавали, говорит. Это Игнатий Тихонович сам их, говорит, вопросы эти написал, и на них отвечает. А он тоже задавал вопросы. Я эту книгу-то открываю, он через плечо смотрит. А вон мой вопрос. Увидел мой вопрос. И тоже свой вопрос и увидал. Маленько прочитали. Он говорит, а брат старший, говорит, а вот мой вопрос. А я их прям сразу как были, в следующем томе уже печатал. Давай. Вопрос 980, третий том открытым оком. Поступила записка, написанная не мне, а отцу Михаилу Капрамову. А, вон почему длинная. Видно, что это его почитательница. Отец Михаил, я слушал два раза по радио выступления Игнатия Тихоновича. И каждый раз он заканчивает свое выступление критикой на православную церковь, что в храме идет торговля. А этого, он говорит, делать нельзя. Ну, понятно. Вот я говорю, а она, и теперь к нему обращается. А он из них самый популярный священник был. Он в группе Огурцова был. Готовились свергать советскую власть, и ему срок накатали. Готовили на первом этапе учиться на танках, на другое, а потом поднимать восстание, поднимать войска и свергнуть власть. И он там увидел какого-то студента или кого-то кто-то был. А обращения-то настоящего не было у него. Он умер сейчас. Дальше. А как же тогда нам быть? Где свечи покупать? Иконки, книжечки? Он говорил, что в церкви всех отпевают подряд. И рэкетиров, и что так нельзя делать. Игнатий говорил, первое, согласен, что торговать нельзя. Нет. Дальше. А где же их отпевать тогда, рэкетиров? А все равно надо рэкетиров-то отпевать. А где тогда отпевать? Они же все крещеные. А может, они перед смертью и покаялись. Ну да. И постоянно говорит, что у нас крещенные в церкви преподаются неправильно. И что нужно сначала людей научить вере, а потом крестить. И только в три полных погружения. Это мои передачи, она слушала регулярно. И говорит о других недостатках, что нет проповеди в церкви. Зачем об этом напоминать несколько раз? Неприятно слушать эту критику. Что он хочет этим сказать? Объясните, пожалуйста, это его доводы. Ваша слушательница посещает ваши курсы уже пять лет. Пять лет она посещает. Университет уже кончила. Ответ. За пять лет можно окончить университет. А на эти вопросы уже сами бы нашли ответ в Библии через один месяц занятий на наших курсах. Действительно, как мне сказали бывшие почитатели отца Михаила, там кухонный уровень... Кухонный. Ну, может быть, кухонный все же. Кухонный, может. Можно еще кухонный загнать где-то. Учитель. Кухонный уровень преподавания. Из года в год одно и то же. Через какое плечо свечки подавать? Да символ веры. По всем этим вопросам есть наши материалы в книге к истинному крещению. Мне очень интересно было бы послушать, как на эту записку ответил бы отец Михаил, если бы перед ним поставили два непременных условия. Первое. Не поминать мое имя вообще и никак. Забыть, что я существую. Второе. Отвечать только на основании Библии. Вот это просто. Меня нет. Это не Игнатий поставил вопросы. А вопросы эти есть. Отец Михаил поплыл бы еще на берегу, не спустившись на море священного писания. Понятно, как ответ какой. Здесь и юмор, и все. Занятия мои были очень популярные. И приходили и люди, и корреспонденты, и кого только не было. Кратко. Торгашей Бог бил, значит, будет бить и вас с отцом Михаилом, и очень крепко. Не позже, чем после вашей смерти. Не позже, чем после вашей смерти. Что можно сказать об отпевании, если в самом чине говорится о рабах божьих? Вы слово раб и враг. Можете? Так. Можете отличить прихожанин с пятилетним стажем? Прихожанка с пятилетним стажем. Это я к ней. Скольких родственников, таких бедолаг обольстил отец Михаил за свою жизнь, обещая им царствие небесное. А о крещении сам отец Михаил крещен ли в полное погружение? Согласно 50-го апостольского правила, он должен давно быть лишен сана. И был бы он уже просто ваш сосед дядя Миша. И этими выступлениями я хочу сказать, что истина не умерла. Не умерла. Не умерла. И Бог напоминает вам, беззаконникам, что слово его живо и действенно. Евреям 4.12. Вот это ответ, да? Да. Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, воедаострова, оно проникает на разделение души и духа, составы мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Вот давай. И можно сразу это снять сюда, и накончится ролик. То же самое. Напиши, церковь. Вопросы про Капранова. Ушатара Савелия, там написано все это, витязь в тегровой шкуре. И он говорит, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, лежит на кровати, пузо свесилось, вот так, шашка, даешь, даешь магнитку, даешь космос. Ну и все. Ну вот так. Давай вот, ракучись. Вот она вас спрашивает, вот если я буду ходить, просто буду ходить в церковь, но не буду членом церкви. Ты что хочешь сказать? Я хочу спросить, а что она имела ввиду? Что она имела ввиду? А так, что вышла, ничему не обязана. А в чем остальные обязаны, кто ходит? Кроме нашей общины, вот что остальные, чем они обязаны? Как они это? Никак, все-таки она ходит на исповедь, она просто приходит, и она ничего нет, она в церкви просто любит послушать. Это вольнослушатель. Она исповедуется, причащается? Она не причащается, ничего нет. У нее нет ничего. Но что интересно, недавно она попросила у меня книгу, кажется, через Виктора Андреевича. Совсем недавно, а уже прошло лет, наверное, 20. Тогда понятно, что она спрашивала, я просто думаю, что тут особенного.